Приветствую! Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Я Максимов Максим. И у меня сегодня хорошее настроение. Ибо! Ибо приехала моя родимая, родная, дружина, армия моя. Я так соскучилась, приехала. Вернулась, вернулась она с полей, служение к мужу своему. Да. Приветствую вас, дорогие друзья. Рада быть с вами сегодня в эфире. После всех перелетов, ну еще время адаптации у меня, но ничего. Мы уже здесь и готовы служить вам, готовы иметь общение с вами. В это прекрасное время, когда мы знаем, что произошло, когда весь мир об этом говорит сейчас. И на этом основана вся наша вера, все наши убеждения на спасение через Иисуса Христа, через Его смерть и воскресение. Мы хотим сказать вам «Христос воскрес!» Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Аллилуйя! Итак, мы думаем, что Бог благословит вас сегодня в этом прямом эфире. Мы вместе, одна команда. Пускай Господь наполняет ваши жизни радостью, любовью, светом. Пускай этот прямой эфир будет благословением для вас. Держитесь за Господа, ищите лица Господня. Наполняйтесь верою, наполняйтесь любовью, наполняйтесь жизнью. Служите Господу. Мы сегодня говорим о пасхальном воскресении. Господь воскрес! Мы говорим о воскресении и жизни. И он достоин чести, славы и хвалы. Мы благословляем Господа, благословляем вас, благословляем всех, чтобы вот через этот эфир вас коснулось благословением, чтобы вас коснулось жизнь, чтобы к вам пришло прикосновение любви. Приветствуем всех, кто, кстати, в Доме Веры, кто нас смотрит в Доме Веры. Приветствую Дом Веры. Я приветствую всех, кто смотрит нас через интернет-общину Дома Веры, всех моих дорогих братьев и сестер, моих прекрасных друзей, с которыми, может быть, мы не знакомы, но через кровь Иисуса Христа мы стали одной семьей, через то, что Иисус открыл нам доступ к Небесному Отцу. И это так здорово. Его цель прихода была, чтобы воссоединить семью, чтобы вернуть детей к Отцу, заблудших, потерянных. И мы были с вами таковыми. Но благодаря жертве Иисуса Христа, когда Он воскрес, Его первые слова были. Когда Мария пришла на то место, где хотели посмотреть, обработать Его тело, но они Его не нашли во гробе, гроб оказался пустым. И когда они встретили Иисуса, Его слова были таковы. «Пойдите и скажите братьям Моим, что Я иду к Отцу Моему, к Отцу Вашему». Это очень важное заявление, которое сделал Иисус. Вообще, находясь на земле, Он... Назвал их братьями. То есть через кровь мы стали уже братьями. Да. Не чуждые, но близкие, родные. Да. Слава Господу. Он наш первородный брат. Он тот, который все совершил для нас. Да это Он не называл нас братьями, да? Учеников своих не называл братьями. Не называл. Иисус вот назвал своих учеников первые братьями после того, как... Когда все совершилось. Когда кровь очистила. Когда совершилось искупление. И Он всегда говорил об Отце. Он говорил о том, что Я показываю Вам Отца. Я рассказываю об Отце. И вы помните, когда Филипп сказал, ну Иисус, Ты нам много уже рассказываешь, ну давай теперь показывай нам Отца. Покажи нам Отца. Покажи. И Иисус был удивлен и говорит, Филипп, сколько я с Вами хожу, сколько я Вам показываю. Вот кто видел меня, тот видел и Отца. То есть Он показывал, отображал нам Отца, отображал Его характер, Его сердце, Его заботу, Его любовь, Его внимание. И подтверждающим фактором Отцовской любви это было принесение жертву своего первенца, своего Сына Иисуса Христа, чтобы открылся доступ и другим детям прийти в Его присутствие. Бог восстановил эти семейные отношения. И так важно нам действительно это понимать и ценить друг друга, называя братьями и сестрами. Конечно, иногда нам это трудно делать, глядя на внешнее поведение наших братьев и сестер. Но суть была в том, что был искуплен Дух Человеческий. Дух Человеческий искуплен, и человек является носителем Бога. Поэтому, если он снаружи еще не научился проявлять Бога, еще живет по плоти, но он все равно является носителем Духа Божьего. Аминь. Итак, это такое вступление. Так приятно, что Лариса рядом говорит, мне даже ставить нечего. Она безумолку может говорить, но такова роль жены. Хорошо, теперь посмотрим, кто нам что пишет. Я приветствую всех в Доме Веры, вообще не Дом Веры. Посмотрим, какие там у нас записи идут. Так, Лариса из Бершевы, Дмитрий из Воронежа, приветствуем вас. Слава Церр, приветствуем. Евгений из Кишинева, Алина из Кременчуга. Так, приветствую вас тоже, Алина. Слава Сарани, Яна из Москвы, Светлана из Брянска, Алина из Кременчуга, еще раз приветствую. Вы пишите из Санкт-Петербург. Юля, приветствуем вас, дорогая. Давно не видели. Вот у нас Андрей из Астралии. Приветствую вас, Андрей. Сколько у вас там времени в Австралии? Час ночи, наверное. Мир вам благословений. Из Лондона, Дженета, приветствуем вас. Лариса из Кирова, приветствуем вас. Всех приветствуем. Роза и Лиля из Италии, приветствуем вас. Шахназайза Омана, приветствуем вас. В общем, здесь огромное количество людей из разных стран. Знаете, география от Австралии до Омана. От Украины до Америки. Всех приветствуем любовью Господа. Мурат, не знаю откуда, тоже приветствует нас. Ну что ж, всем огромный привет. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что сегодня присоединились к нам. Сегодня у нас будет важная тема. И будем хвалить и славить Господа. А сейчас давайте начнем с молитвы. Возблагодарим Господа и вместе помолимся. Ведь вы же дети Божьи верующие. Давайте вместе помолимся и попросим у Господа благословения. Попросим у Господа благословения. Попросим у Господа милости. Попросим у Господа мудрости. Попросим у Господа, чтобы Он нас поддержал. Аминь. Давайте помолимся. Помолимся, Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты есть у нас, наш любящий Небесный Отец, который заботишься о нас. Слава, слава Тебе. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, во имя нашего Спасителя мы приходим к Тебе и мы благодарны Тебе за Твою невероятную отцовскую любовь, за Твою благость и милость, Господь, Твою бесконечную любовь, что Ты открылся нам как Бог любви, Бог милосердия, Бог прощающий, Бог защищающий и направляющий нас, Господь. Мы благодарны Тебе, Отец, и просим Твоего благословения в каждом дне и в этом наступившем дне, Господь. Пусть этот день Ты сказал в Слове Своем, Иисус, чтобы мы не заботились о каждом дне, но чтобы были благодарны Тебе за все, что Ты даешь нам в этом дне. И поэтому мы в этом дне благодарны Тебе за все, благодарны Тебе за Твою милость, за Твою совершенную работу, за то, что Ты совершил это искупление. Господь, и сегодня мы в этой благодати, в этой совершенной Твоей работе, в этой победе наслаждаемся Твоими плодами святости, праведности, чистоты. Мы полностью погружаемся в Тебя, Отец, погружаемся в Твою любовь, в Твое присутствие, в Твою благость, в Твою милость, в Твою мудрость. Потому что Иисус, Ты стал всем для нас, и мы восхищаемся Тобой, Господь, мы благодарны Тебе, Господь, что Ты ведешь нас, направляешь, и я прошу, Господь, благослови каждого человека сейчас, кто смотрит нас в этом эфире, благослови каждую драгоценную душу, каждое драгоценное сердце, чтобы они воистину уверовали, что Ты сделал для своих детей, что Ты совершил, Господь, и чтобы мы жили, не глядя на свои поражения, но глядя на Твою победу. Живя в Твоей чистоте, в Твоей святости, в Твоей радости, то, что Ты совершил, благослови нас, Господь, пусть мудрость Твоя сегодня открывается нам глубже и глубже, мы прославляем Твое великое имя, мы даем Тебе всю честь, всю славу, все величие, хвала и поклонение Тебе, единый премудрый Господь, во имя Иисуса. Господь, я прошу, благослови каждого человека, кто смотрит этот эфир, я прошу Твоих благословений, благослови, Господь, каждого человека из Дома Веры, благослови во имя Иисуса Христа. я говорю благословение над вашими жизнями, говорю благословение над вашими судьбами, да пребудет с вами Господь, да наполнит вас Господь, да явит свою славу, да явит свою силу, да явит свою милость над вами во имя Иисуса Христа, я благословляю вас, Господь да откроет окна небесные над вами, да и зальет от Духа своего на вас, да коснется вас во имя Иисуса Христа, Господь благослови каждого человека, благослови Духом Святым, открой окна небесные, Пускай изливается от Духа Твоего на всякую плоть Мы благословляем 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 Твое имя, Господь Я прошу, Господь, яви свою славу Свою милость, свою силу От Духа Своего на каждого человека Аминь Мы благословляем вас именем Иисуса Христа Еще раз, это прямой эфир Сегодня с вами Максим и Лариса Максимовы Мы вместе Лариса приехала в гости Хочу сказать, ну да На некоторое время Ко мне на посещение И дорогие Как будет тяжких обстоятельств Не забудьте того посетить Ты посещаешь немощных Был я в темнице И вы посетили меня Спасибо, что посетила меня Вот Сейчас у нас в воскресенье было Пасхальное служение Вообще это неделя пасхальная У нас Пасха Западная была Воскресенье И Пасха Восточная Будет В следующее воскресенье Поэтому У нас вот эта вся неделя Пасхальная Пасхальная неделя Когда мы можем говорить О самом великом подвиге Который когда-либо был совершен на земле Это подвиг любви Подвиг жертвы Иисуса Христа В воскресенье у вас собрание было Хорошее собрание было? Ой, у нас воскресенье было собрание Возможно, многие смотрели из вас Потому что мы его транслировали В прямом эфире Собрание в церкви прошло Замечательное Восхитительное служение Группа прославления Театральная группа Танцевальные Многие-многие люди Они подготовились Это было очень приятно Смотреть Вообще Хорошее Кстати, вы можете посмотреть Это в лайвстриме Чуть ниже Если вы смотрите нас на лайвстриме Можете чуть ниже А сейчас я попрошу Нашего режиссера Включите клип Музыку Где они прославляют Господа В церкви Новая жизнь В воскресенье Давайте примем участие И вместе вас хвалим Господа Вы не поверите Кого мы видели сейчас в гробах Огромный ангел Иисус воскресенье Живой Иисус Воскрес, Он живой, Иисус Воскрес. Я начинаю вспоминать Его слова о воскресенье, А я не верю в это, братья, И моя душа в смятении. Долой неверие, сомненья, Нам пора вставать, Об этом чуде воскресенья Все должны узнать. Он живой, Иисус Воскрес, Он живой, Иисус Воскрес. Он живой, Иисус Воскрес. Он живой, Иисус Воскрес, Он живой, Иисус Воскрес, Он живой. Аллуя, Он живой, Он воскрес, Он живой, Он воскрес, Слава Господу. Вот смотри, Максим, я иногда думаю, мы так это воспринимаем сейчас, как естественное событие. Да, Иисус Воскрес, Его нет во гробе. Но когда вот в эту историю окунаешься, посмотрите, какой был переполох у учеников. Они не могли понять, Иисус им говорил об этом, а у них вдруг как будто выпало все из головы, все эти слова, которые Он говорил. И они были в шоке. Женщины прибежали, женщины были в шоке, что Его там не... Движения много было. Движения, паника, ученики сидят закрыты из опасения от иудеев, переживания, беспокойство, что же на самом деле произошло. Помните, девушки вначале думали, садовника Иисуса встречают, не узнают Его. И говорят, садовник, куда ты Его положил? Покажи нам Его тело. И когда Иисус открывается и говорит, Мария, это я, она говорит, учитель. А посмотрите, они еще не понимали, кто такой стал для них Иисус. Они Его назвали учителем, они еще не осознали, что Он их спаситель, что Он их искупитель, что Иисус друг, что Иисус это их первородный брат, первенец из умерших. Ну много-много. Это мы сейчас с вами знаем, представляете, какая благодать нам дана, когда Писание нам все это открыло, когда пасторы в церкви нам все это рассказали, объяснили. И мы теперь это знаем, как свершившийся факт. И вообще-то наша жизнь, она проходит под ту сторону креста. Зачем Иисус воскрес? Не знаю, что Иисус сделал, чтобы мы воскресли к новой жизни. Чтобы мы воскресли к новой жизни. Чтобы мы жили по-другому. Вот для чего Он воскрес. Не для того, чтобы когда... Не просто для того, чтобы когда мы умрем и потом воскреснем. Это тоже работает. Но сейчас уже воскрешенные к новой жизни внутри себя. Мы уже с вами другие люди. Слушай, дорогая. Ой, как хорошо. Слушай, Он воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4, 23. Римлянам 4, 23. Откройте, мы сейчас вместе прочитаем. Посмотрим. Римлянам 4, 23. Здесь написаны такие слова. «Впрочем, не в отношении к Нему одному у нас написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам. И вменится нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Одна из причин воскресения Иисуса Христа, согласно этому местописанию. Он воскрес для нашего оправдания. Другими словами, чтобы мы получили оправдание. Если бы он не воскрес, мы бы не получили оправдание. Мы бы так бы и остались без оправдания. Он воскрес для нашего оправдания. Пришел и сказал, ребята, все нормально, вы прощены. Воскрес для оправдания. И потом он уже называет нас братьями, о чем Лариса говорит. И потом, потом, потом. Он воскрес. Одна из причин. Я не говорю, что это единственное. Но одна из причин о воскресении, это чтобы мы знали, что это для нашего оправдания. Более того, здесь написано, что мы должны жить для... Откройте 2 Коринфянам, пожалуйста. 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Мы живем не только для умершего Иисуса. Смотрите. А Христос за всех умер. Чтобы живущие не для себя жили. Но для умершего за них. И вот здесь ставит и... И воскресшего. Вы знаете, многие готовы жить ради умершего Иисуса. Религия, она готова жить ради умершего. И у них Иисус распятый. Он мертвый. Они готовы жить ради умершего. Мы готовы жить ради умершего и воскресшего. Вчера я начал говорить эту мысль. Я хочу сегодня как бы довести. Многие христиане сегодня в своей христианской вере дошли до Голгофы. Стоят возле креста с распятием умершим Иисусом. С истекающей кровью. Говорят, прости меня, Господи. Они стоят подле креста и взывают, Господи, помилуй меня, прости меня. Господи, прости меня. Но, дорогие мои, когда мы говорим о нашей вере, многие говорят, я верю, что Иисус умер. Я верю, что Иисус умер. Я верю в смерть Иисуса Христа. Потрясающе. Но что есть им спасение? Спасение. Давай, дорогая. Спасение римлянам. Десятая глава. Римлянам. Что ты имеешь в виду? О, сейчас. Это местописание, которое... Ты уже доведи мысль до конца. Так я доложу. Ибо если... Что? Устань. Твоими будешь исповедовать Иисуса Господа. И? А сердцем твоим веровать. Во что? Что Бог воскресил его из мертвых. То тогда? То спасешься. Смотрите, как потрясающе. Два ингредиента спасения. Первое. Устань исповедовать Иисуса Господом. А второе. Верить. И сердцем твоим веровать. Это очень важно, чтобы сердце веровало. Во что? Смерть? Что Бог воскресил его из мертвых. Смотри, какая мысль. Христианство основывается... Спасение. Здесь сказано, будешь спасен. И дальше сказано, ибо Писание... Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Христианство основывается не на вере только, что он умер, но на вере, сердцем веровать, что он воскрес из мертвых. Многие люди дошли до креста. Они стоят возле креста. И они верят, что он умер. И они говорят, господи, прости, господи, прости. Но они не верят в то, что он воскрес. Другими словами, ну да, он воскрес, он живой, аллилуйя, аллилуйя, Иисус живой. Но мы говорим чуть-чуть больше. Спасение состоит из двух субстанций, ингредиентов. Во-первых, спасение состоит из субстанции устами исповедовать. Во-вторых, спасение состоит из субстанции сердцем веровать. И многие говорят, если сердцем будешь веровать, но не говорят во что. Многие пасторы цитируют это местописание и говорят, если устами будешь усоведовать и сердцем веровать, он останавливается. Нет, но там сказано, сердцем веровать, что Христос воскрес, что Бог воскресил его. Если будешь сердцем верить, если будешь сердцем верить, то тогда будешь спасен сердцем. Я верю в то, что он спас. Теперь смотри, говоря о вере в воскресение, Римляна 6 глава. Неужели не знаете, читайте с 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Мы в смерть крестились. Отлично. Дальше. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходить в обновленной жизни можно, смотрите, есть крещение в смерть. Мы крестимся в смерть, но также и воскресаем для обновленной жизни. Если мы, у нас должно быть погружение как в смерть, так и в воскресенье, в Пасху. Послушайте, точно так же, как мы погрузились в смерть, точно так же мы должны погрузиться в воскресенье, принять воскресенье. Если будешь сердцем веровать, что Бог воскресил и будет с мертвых устами исповедовать, тогда спасешься. Другими словами, многие христиане дошли до момента крест, смерть, кровь, искупление. Но они не пошли дальше к воскресенью, для них не наступило воскресенье. И они возле креста икаются, 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 икаются. Икают, заикают, икают. И постоянно они делают это заикание с каянием в постоянной основе. Они постоянно, постоянно этим занимаются и никогда не начинают жить. Жить в Боге воскресении. И, другими словами, чтобы нам начать жить в воскресении, нужно сделать шаг к воскрешению. Я еще прочитаю одно место. Я думаю, что в нашем христианском хождении есть разные этапы. И вот первый этап, это когда мы действительно понимаем, что мы грешники, нуждающиеся в прощении. Нет ни одного праведного, нет ни одного святого. Все согрешили и лишились славы Божьей. Поэтому мы отчаянно нуждаемся в Спасителе. И когда Иисус приходит в нашу жизнь, человек начинает понимать это, что он грешник, и ему нужен Спаситель. И Иисус показывает позицию человека, что теперь, когда придя ко мне, ты получаешь прощение всех грехов. И человек омывается кровью Иисуса Христа. И теперь в этом этапе застревать не нужно. Я каю и грешу, каюсь, грешу, каюсь. Нужно встать в этап, что я уже все омыто, очищен кровью Иисуса, оправдан полностью, на 100% я человек, который в нем нуждаюсь. И теперь я хочу жить им. Оставив прошлое, жить Иисусом Христом в каждом новом наступающем дне. Вот это и будет жизнь в воскресении. Но как Христос? Смотрите, 1 Коринфянам 15 глава. 1 Коринфянам 15 глава, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И 21 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 21 стих. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как водами все умирают, водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христов в пришествии его. А затем конец, когда он предаст Богу Отцу, Царство Богу и Отцу, и упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Другими словами, Иисус первенец из умерших. И как через Адама пришла смерть, так через Христа должно прийти воскресение. Мы должны погрузиться в воскресение. Унаследовать воскресение и жизнь. Я продолжаю настаивать на этой мысли. Многие христиане, для них еще закрыто. Они дошли до смерти, но не вошли в воскресение. Они дошли до Голгофы, но они не дошли до воскресения из мертвых. Они все еще возле Голгофы. Это хорошо быть возле Голгофы. Иисус страдает, умирает. Очень драматические события, покаяние, очищение. И это должны... все люди через Голгофы должны пройти. Но мы должны пойти чуть дальше. Мы движемся к пустому гробу и видим ангелов, которые говорят, что его здесь нет. Он воскрес из мертвых. И теперь ищите его. Другими словами, мы с вами созидаемся... Мы можем ходить в обновленной жизни только при участии воскресения. Если вы имеете часть воскресения, не только часть смерти, но и часть воскресения. Я обращаюсь сейчас к Дому Веры, ко всем верующим. Дорогие мои, вам нужно, вам необходимо получить полностью все Евангелие. А все Евангелие это не только смерть Иисуса Христа. Не только как Он ходил и исцелял. Не только как Он освобождал. Часть Евангелия это не только благословение до Голгофы. Но часть Евангелия это не только покаяние и очищение кровью. Часть Евангелия это перейти на ту сторону за Голгофу, где находится воскресение и жизнь. И погрузиться. Другими словами, наша вера, вера в воскресение. Да, мы верим в смерть, но наше фундаментальное основание христианской жизни, жизнь в воскресении. Почему этот праздник является центральным? Да потому что Писание нас обращает, что мы должны верить в воскресение. Сердцем верить в воскресение Иисуса Христа, в Пасху. Если Пасха не придет к себе, как ты вообще собираешься жить в обновленной жизни? Ты будешь все время заикающимся христианином, который все время кается и кается и кает, и кается, и кается, и кает, и кает, и кает, и кает, заикается. Все время кается, вот. Говори. Это вообще замечательно, когда Господь продвигает и погружает нас в свои откровения, когда мы больше и больше узнаем. Поэтому Писание нас вдохновляет, Господь зовет и показывает нам путь, путь вхождения дальше, в глубину познания Господа. То есть узнали мы об этом, о первом этапе, покаялись в своих грехах, омылись кровью Иисуса. И теперь живите в обновленной жизни. Теперь наша задача жить по-другому. Внутри нас произошло изменение. Бог пришел в наше сердце. Он нас возродил изнутри, с семенем своим, словом своим, истиной своей, духом своим. И когда мы пребываем в слове, наши мозги меняются. Прибудьте в слове, чтобы изменение произошло, мышление. Чтобы мы действительно, вот сейчас о чем говорил Максим, что мы можем жить в другом измерении, то есть в жизни воскресения. Каким образом? Все это по вере, в веру. В веру мы продвигаемся глубже, узнаем больше и применяем в свою жизнь, применяем в свое сердце. Она права, молодец. Дорогие мои, вы знаете, что у нас же сколько лет всеми воскресения мы сеем? Лет 20, наверное, да? Нет, наверное, поменьше. Сколько? С какого года мы начали? Я не помню. Ну, лет сейчас 18 может быть, но где-то так. Мы сеем семена семени воскресения на протяжении многих-многих лет. Что это такое семя воскресения? В двух словах расскажи. Ты имеешь в виду пасхальное пожертвование? У нас принято такое хорошее решение, соглашение, когда каждому, перед тем, как к каждой Пасхе, предстоящей Пасхе за несколько месяцев, за два, ну, обычно за четыре месяца, вот так где-то, три-четыре месяца, мы начинаем готовиться к этому пасхальному пожертвованию. То есть у нас есть специальные жертвенники. Другими словами, на Пасху происходит такое событие, люди собираются и приносят специальное приношение. Почему мы приносим? Это наш путь сказать Господу спасибо. Христос посеял свою жизнь, отдал себя, чтобы мы жили, чтобы мы участвовали в воскресении. И мы принимаем активное участие, приходим и говорим, Господь, благодарим, это жертва благодарения. В Писании сказано, принесите жертву благодарения, благодарите Господа за все. И мы приносим Господу жертву благодарения. Мы приносим Господу жертву благодарения. Для меня вот жертва благодарения, это самая-самая великая жертва. Вот что я могу сделать? Господь все сделал для меня. Он подарил нам землю, Он подарил нам небо. Он нас благословил, он наделил нас функциями жизни. Он все для нас делал. За все благодарите. За все. Поселил нас на земле, где все-все есть. И все совершил для нас, искупил наши грехи. Нам теперь не нужно самим страдать за свои грехи. Нам не нужно доказывать, что мы можем жить по-другому, хорошеньким и таким. Мы все это делаем благодаря вере в Иисуса Христа. Слава Господу. И что же нам остается делать? Для меня лично, я только одно говорю, Господь, мне остается только благодарить Тебя, возвеличивать, славить Тебя, потому что Ты все сделал для меня. Иногда мы смотрим на свою жизнь и упираемся вот так вот лбом. И думаем, у меня этого нет, у меня этого нет. Знаешь, что интересно, что очень многие люди принимают активное участие, и они говорят, что мы благодарим Бога. Меня многие спрашивают, Максим, как это у вас так все происходит? Причина в том, что люди приходят с открытым сердцем, с благодарением. У нас нет императоров. Скажем, в моей церкви я постоянно проповеду против императорства. Я не император там. И кто-то говорит, как там люди без тебя? Но люди приходят не из-за императора, они приходят, чтобы расславить и возблагодарить Господа. В некоторых служениях есть такие царьки маленькие, цари, они сидят там над народом. Мы приходим в служение, мы говорим, мы поклоняемся Господу. Сейчас свидетельство маленькое, видео включим. Люди, которые говорят, почему они жертвуют. Это не артисты, хотя записано в наших студиях, это обычные прихожане нашей церкви. Сейчас увидим знакомые лица. И посмотрите на этих людей. Это обычные люди, которые приносят семена благодарения Господу. Давайте посмотрим. Я приношу пасхальное пожертвование, потому что таков мой выбор. Слово «пасха» происходит от еврейского «песох», что значит «миновал», «прошел мимо». Речь идет о смерти, которую избежал Божий народ во время выхода из египетского рабства. Из-за пасхальной жертвы ангел смерти не приблизился к семям израильтян, а прошел мимо их домов. Апостол Павел объяснял жителям Древнего Каринфа, что «пасха» — наша Христос. Это значит, что верою в Его смерть за наши грехи и воскрешение из мертвых, всякий верующий в Господа Иисуса Христа оправдан перед Богом и возрожден к новой жизни. Таким образом, благодаря жертве Христа, Божий народ наследует не смерть, а вечную жизнь. А мое пожертвование — это всего лишь одна из форм сердечной благодарности Богу за все его благодеяния. Я жертвую пасхальную жертву воскресенья, потому что этим я выражаю благодарность Богу Отцу за все его чудеса в моей жизни. Я жертвую пасхальную семью воскресенья, потому что я верю, что через это семя совершаются дела Божьи. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, потому что я знаю и верю, что Бог любит меня и дает нам жизнь, жизнь с избытком и все те Божьи благословения, которые Он приготовил для меня и моей семьи. Я жертвую пасхальное семя воскресенья, потому что я люблю Бога, и это мои личные отношения с Ним, и через это я показываю свое доверие и любовь. Пасхальное семя — это моя благодарность Господу за все, что Он совершил для меня. Господь любит меня и заботится обо мне. Каждый день я чувствую Его любовь и заботу, и поэтому я сею. Богу нужны не мои деньги, Ему нужно мое сердце, с которым я это делаю, и я с открытым сердцем сею это семя во время Пасхи. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, потому что я люблю. И словами царя Давида. И еще, по любви к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное, из серебра и золота, и его я отдаю для дома Бога моего, из всего, что заготовил я для святого дома. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, потому что я люблю моего Господа. Для меня это еще раз особая возможность выразить мою любовь и благодарность к моему Отцу. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, для того, чтобы Церковь продолжала распространять Евангелие, спасала людей и приносила благодать и любовь Божья. Я жертвую семя воскресенья, потому что не могу остаться равнодушным к жертве Иисуса Христа лично за мою жизнь, за мою семью, за людей. И финансы являются эквивалентом нашей жизни, и Бог просит, чтобы мы посвятили себя в жертву живую. Он не требует от нас смерти, как сам умер на кресте, а в жертву живую. И также одна из сфер жертвы, мотивации жертвы моей, это отлепиться от любви к финансам и прилипиться больше к Богу, исполнить Его заповедь. И спасибо Богу, что Он открыл это. Из-за любви я жертвую Ему. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, потому что я люблю Бога, и этим я выражаю свою благодарность и почтение к Нему. Я жертвую пасхальное семя воскресенья, потому что я этим проявляю любовь к Богу. Я жертвую пасхальное семя воскресенья, потому что в Библии сказано, что доброходно дающего любит Бог. Я жертвую пасхальное семя воскресенья, потому что я хочу, чтобы все люди спаслись. Примите участие в пасхальном приношении семя воскресенья. Я жертвую семя воскресенья, потому что я вижу в этом огромное благословение для своей жизни. И я семя пасхальное жертвую. Это то, что самое малое я могу дать Богу. Я жертвую пасхальное семя воскресенья, в первую очередь, за то, что Бог сделал в моей жизни. Бог столько много чудес сделал в моей жизни. Я настолько сильно благодарен Ему за все, что Он делал и делает в моей жизни. Он так сильно наполняет меня любовью, и я благодарен Ему. Я приношу эту жертву с благодарным сердцем и верю, Он благословляет меня. Спасибо Господу. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, как знак благодарности моему Спасителю. Я жертвую семя воскресенья, потому что этим самым я хочу выразить благодарность Богу. Бог благословляет меня, и мне хочется быть благословением для других людей, и тем самым я жертвую семя воскресенья. Я жертвую семя воскресенья, потому что люблю своего Господа, потому что благодарен за то, что Он сделал для меня 2000 лет тому назад. И это жертва, как выражение веры, любви и благодарности Ему. И, конечно, вера в то, что Он благословляет, восклинает наши нужды. Я жертвую семя воскресенья, потому что я верю в воздущего Бога. Я жертвую, потому что я сею в Его Царство, чтобы оно распространилось по всей земле. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, потому что желаю, чтобы Царство Божие распространилось до края, как написано в Слове. Я жертвую семя воскресенья на Пасху, потому что этим самым я проявляю свое послушание Слову Божьему и верю в закон сейния и жертвы. Примите участие в пасхальном... Слава Господу! Ну что ж, потрясающее, потрясающее свидетельство. Да, я не видела этого. Не видела? Нет, не видела. Люди наши, салматы записали, прислали к нам. Это такое благословение. Я хочу поблагодарить вас, всех тех, кто жертвует. Давайте зайдем в этот... в GoFundMe. Посмотрим, что у нас там сейчас кто-то жертвует. Вы можете пройти на сайт gofundme.com.slash.blago и поддержать вот сейчас на вашем экране это изображение. 452 доллара пожертвовали. Также вы можете еще любым другим методом жертвовать. Если ты сайт этот выставишь, GoFundMe, Андрей, снизу, то будет очень замечательно. Режиссеру попрошу, чтобы он нам включил этот сайт. Вот он. Ох, какие большие буквы. Вот вы можете пройти на этот сайт и сделать ваше приношение и участие. Мы обещали молиться за всех людей и благословлять. Мы за всех молимся. Но особенно мы молимся за тех людей, которые хотят поддержать и участвуют в нашем семени. Мы сделали ролик о тех людях, которые список людей. И мы помолимся за них. Благодарим вас, дорогие, за участие. Благодарим вас за то, что вы активны в сейне семян. Участие в семени воскресенья. Пусть Бог благословит вас. Это пасхальная неделя. И всю эту неделю мы собираем. И у нас очень большой жертвователь из Туркменистана, сестра, прислала огромную сумму. Такое благодарим Господа за нее. Пускай Бог благословит ее. Дорогие, спасибо, спасибо большое, что вы откликаетесь на этот призыв. И вот так же, когда мы в церкви сделали объявление, говорили об этом, люди всегда откликались. Каждый год, каждый год собиралось это пасхальное семя пожертвования и приносилось в этот особенный день. Всегда мы совершаем молитвы за людей, потому что наша задача поддержать человека в молитве. И это наше желание. Писание говорит, чтобы мы в молитве согласия молились нашему небесному Отцу. И когда у человека есть какая-то нужда, какая-то просьба, то вместе с этими людьми в молитве согласия мы возносим свой молитвенный голос, чтобы просить Отца о какой-либо ситуации. Чтобы он разрешил какие-то вопросы. Давай посмотрим, кто там что пожертвовал. Пусть Бог благословит вас. Еще раз спасибо. Мы покажем этот список сейчас благословения вам. Благодарим вас, благословляем вас. Наталья из Миссурии, Наталья и Петр, благодарим вас. Надежда из Украины, благодарим вас. Анна из Синельникова, благодарим вас. Татьяна из Запорожья, пусть Бог благословит вас. Евгения из Кировограда, Евгения из Степногорска, Татьяна из Велизодорожного, Алис и Светлана из Соединенных Штатов, пусть Бог благословит вас. Андрей из Черкассов, маленькая семья, но благословенная. Твои две лепты дошли. Светлана из Александрии, неизвестный кто-то тоже есть. Елена из Сумы, благодарим вас за участие, пусть Бог благословит вас. Такая благодарность всем вам за ваше участие. Пусть Бог благословит вас за вашу активность. Сделайте этот шаг веры. Пройдите наш сайт cnl.tv и вы сможете там сделать ваше приношение. Там разные методы есть. Через кредитную карточку или через... Вот здесь написано. Можете прямо пройти cnl.tv partner или просто пройдите на gofundme.com и там сделайте ваше приношение. Благодарим вас и благословляем. Я обещал особенно молиться за тех, кто принесет особенную же пасхальную жертву. И поэтому мы сейчас будем с Ларисой молиться. Помолимся за этих людей? Молимся. Мы не за деньги молимся. Мы не получим денег вообще ни копейки. Это все идет в СНЛ. И это не пойдет к нам. И это не пойдет в наш бюджет. Но мы искренне молимся и благословляем людей, которые делают приношение. Помните, когда Иисус стоял возле жертвенника и смотрел? Помним. Кто сколько принес? Иисус наблюдал, кто сколько принесет. И вот у нас остается несколько минут, и мы хотим в конце благословить. Иисус смотрит, кто сколько приносит. И если у вас есть щедрость и желание поддержать, поддержите нас. Благодарим тех немногих, кто уже принял участие. И верим, что вас будет больше. Помолимся. Я верю, что Иисус видит наши сердца, видит ваше приношение. И это самое главное выражение нашей любви, нашей благодарности для Господа. И Он это видит. В том случае, о котором сейчас Максим упомянул, там была бедная вдова. Почему Иисус выделил ее? Потому что Он хотел показать, что у этой женщины хоть и ничего и нет, но она смогла пожертвовать, она смогла внести лепту в дело Божье. Аминь. Иисус, 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 и Отечественное, во имя Иисуса Христа, я молюсь моих дорогих братьев и сестер, которые принесли эти приношения для тебя, Господь. Ты видишь эти сердца, ты видишь обстоятельства, нужды, Господь. И я прошу тебя, Отец, по слову твоему, ты сказал, я благословляю моих детей, я уже их благословил во Христе Иисусе. Господь, это наше участие, участие этих людей, Господь. Боже, Ты видишь и знаешь, я прошу, пусть Твоя особая отцовская любовь, особое отцовское благословение и заведется в их жизни. Господь, пусть те вопросы, те ответы, которые они ожидают от Тебя, Боже, пусть будут просвещены Тобой, потому что Ты возлюбил, возлюбил каждого дорогого человека. Господь, и пусть Твоя милость поведет каждого и откроет Господь. Мы посвящаем, Господь, посвящаем этих людей, дождь благословения. Ценных детей во имя Иисуса Христа. И мы благословляем этих людей словами из Библии. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. И все скажем Аминь. Благословляем Вас, дорогие. Пусть Бог благословит Ваши жизни. Благодарим за Ваше активное участие. В Вашем семени. У Вас есть возможность. Мы встретимся завтра в прямом эфире в это же время. Сегодня с Вами был Максим. И Лариса. И мы Максимовы. Мы с радостью будем еще молиться, благословлять тех, кто... Всех благословляем, но особенно благословляем тех, кто приняли активное участие. По щедрости своей примите активное участие в семени Воскресения. Поддерживайте Божье дело, поддерживайте проповедь Евангелия. Распространяйте Евангелие Иисуса Христа. Мы обещаем, что все финансы пойдут на проповедь Евангелия, на распространение. Это пасхальная неделя. Завершится нам 12 числа. Сегодня 7 апреля. У нас еще есть дни. Вы можете пройти на сайт cnl.tv и поддержать нас. Хранит Вас Господь. Здорово, что Иисус Христос воскрес. Аминь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Аллилуйя. Воистину. Это действительно так. Пусть Бог благословит вас. Держитесь за Господа. И помните, все лучшее впереди. Встретимся с вами завтра в это же время. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры подогнал «Симон»